Злополучный недострой уже несколько лет украшает центральную улицу города. Еще в 2013 году суд по иску Минкульта и Стройнадзора признал постройку незаконной. Владелец Марии Шпрингер несколько раз обещалась снести ее, но так и не сделала этого, проигнорировав принудительные меры. Судебными приставами исполнителями вынесено также два постановления о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Неоднократно 13 раз выносились постановления о наложении административного штрафа. В соответствии части 1 был вынесен 1 штраф в статье 17-15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И 12 штрафов по части 2 этой же статьи, неисполнение содержащего в исполнительном документе требований неимущественного характера. Сумма штрафов на общую сумму более 30 тысяч рублей. К сожалению, оплачено на сегодняшний день только половина. Судебные приставы изначально назначили процедуру сноса на 22 декабря, но по объективным причинам он был перенесен на неопределенный срок. Спустя три дня со сроком все-таки определились. Изначально постройку должны были ликвидировать еще в апреле 2014 года. При строительстве были нарушены нормы градостроительного законодательства, которые регулируют порядок застройки зон охраны памятников культуры. А само строение примыкает к зданию поземельного банка 1867 года, являющемуся объектом культурного наследия регионального значения. Потому, пройдут ли работы без фатальных для памятника последствий, покажет лишь время. Мы будем использовать бульдозер, будем использовать экскаватор, будем использовать машины для погрузки. Только на этапе демонтажа здания со стороны дальней от памятника истории культуры. По мере подхода к памятнику мы будем демонтировать ручным способом, чтобы не повредить здания, которые и так находятся не в очень хорошем состоянии. С сегодняшнего дня за счет средств федерального бюджета начались работы по сносу незаконно возведенного строения. И в ближайшее время измененному зданию обещают вернуть первозданный вид. В течение нескольких дней планируется завершить большую часть работ.